Добрый день! Сегодня мы изготовим с вами мыло. Для этого нам понадобятся формы. У меня они в виде цветков. Одно мыло у нас будет пахнуть лавандой, другое будет пахнуть розой. Также нам понадобится сама основа, ароматизаторы, красители и эфирные масла. Также нам понадобится форма, которую можно использовать в микроволновке и немного спирта. Первым этапом мы нарезаем нашу основу. У меня основа прозрачная с добавлением алоэ вера. Также основа бывает различная. Бывает белая. Белая основа обычно для того, чтобы не добавлять в нее белый краситель. Мыло получается матовым. У нас мыло получится прозрачным. После того, как мы нарежем основу, отправляем ее в микроволновку. Буквально на 30-40 секунд до получения однородной массы. Итак, основа у нас растопилась. Следующим этапом мы будем добавлять цвет. Цвет у нас будет сиреневый, потому что мыло у нас лавандовое. Цветок лаванды сиреневый. Тщательно все перемешиваем. И добавляем эфирное масло. Также лаванды. Мыло у нас будет ароматное и с полезными свойствами. Буквально несколько капель. Ну вот, как видите, изготовление мыла не особо сложное занятие. Все мы это заливаем в форму. И убираем на час застывать. Пока первое мыло у нас застывает, мы приготовим следующее. Форма у нас будет поинтереснее уже. Мы немного усложним себе задачу. Для этого нам понадобятся пигменты, масло, ароматизаторы и все та же основа для мыла. Кладем основу в баночку. И убираем в микроволновку. Также на 30-40 секунд. Основа у нас растопилась. Добавляем в нее зеленый цвет. 2-3 капли будет достаточно. Кто хочет цвет интенсивнее, добавляйте чуть побольше. Добавляем ароматизатор. Я добавляю аромат розы, потому что мыло у нас будет в форме розы. И начинаем аккуратно заливать листочки. Для этого подойдет чайная ложечка. Листочки заливаем аккуратно. Но если будут какие-то погрешности, когда лепесточки подсохнут, можно будет их убрать. Пока листочки застывают, можно на них дуть. Пока листочки у нас засыхали, мы снова растопили основу. Добавляем в основу цвет розовый. Чем больше вы добавите капель, тем интенсивнее и насыщеннее будет цвет. Добавляйте на свое усмотрение. Все тщательно перемешиваем. Добавляем масло розы. Немного, буквально несколько капель. Также все перемешиваем. Добавляем ароматизатор. Также с ароматом розы. У меня есть вот такой золотой перламутр. Добавляем совсем немножко. Все перемешиваем. Прежде чем залить форму, мы сделаем царапинки на лепестках. Это придаст нам лучше сцепление между слоями. Можно делать это ногтем, как я. Можно делать зубочисткой. Или любой другой палочкой. Кому как удобнее. И заливаем наше мыло в форму. На поверхности могут образоваться пузырьки. Чтобы их убрать, мы просто сбрызгиваем спиртом. Прошел час с того момента, как мы поставили мыло наше застывать. Мыло застыло. Теперь мы аккуратно выдавим его над бумажной салфетки. Но до того момента, как мы сможем использовать мыло по назначению, должны пройти еще сутки, чтобы оно окончательно подсохло. Это у нас получилось лавандовое мыло. Так, и выдавливаем розовое мыло. Кусочек маленький отпал, но это ничего страшного. Это лишнее. Как вы видите, все лепесточки целые. Все красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА